головной мозг иногда называют суперкомпьютером вот представляете по различным подсчетам в нем около ста миллиардов клеток к сожалению наука сегодня еще не достигал такого прогресса чтобы постичь всю работу мозга но ученые всего мира бьются над тем чтобы изучить его работу и здоровье вот о здоровье мозга поговорим и мы в ближайшие полчаса меня зовут инесса панченко здравствуйте программа выходит при поддержке министерства здравоохранения самарской области самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала личный врач эта программа звоните доктору знакомьтесь дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи елизавета бикетова врач невролог заведующий неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения больницы пирогова врач высшей квалификационной категории добрый день уважаемые зрители я сразу хочу спросить вас согласны ли вы с тем что мозг называют суперкомпьютером абсолютно согласна есть мнение что это самая сложная система которая существует во вселенной миллиарды нейронов имеют отростки дендриды которые связываются с другими нейронами и эти связи как они осуществляются до сих пор даже ученым не до конца все ясно как это функционирует мозг человека он настолько эволюционно продвинут что миллиарды нейронов отвечает за каждую какую-то определенную функцию да и в связи с этим вот каждая зона отвечает за чтение письмо мышление логическое мышление осознание своего тела в пространстве понимание вокруг всего происходящего ни один мозг ни одного животного так не устроен хотя приближаются там мозг шимпанзе мозг дельфина да какие-то тоже там интересные функции у них обнаруживается но мозг это самое совершенное произведение в мире творение даже наверное да вот представляете каждому из нас вот просто так подарен вот такой вот даже не механизма не знаю как это назвать а вот до сих пор ведутся споры мы управляем мозгом или мозг управляет нами ну наверное это какая-то взаимодействие идет потому что есть пути которые ведут от конечностей да от внутренних органов к мозгу и также обратно мозг имеет пути управления всеми чувствительными двигательной сферой человека но в любом случае мне кажется вступление уже было достаточно для того чтобы понять насколько бережно нужно относиться к своему мозгу и насколько вообще часто стоит задумываться о его здоровье так вот к чему вообще ведет нарушение работы головного мозга я понимаю что это вот сейчас бесконечный ответ но все таки ну все зависит от того какая часть головного мозга оказывается пораженной если это часть которая отвечает за движение например руки ноги человек остается парализованным да у него раб не работает одна из половин туловище и конечностей если это зона отвечающая за чувствительность тогда происходит ощущение они менее или какие-то дополнительные ощущения чувствительные мурашки покалывания если это зона отвечающая за речевую функцию то выпадает понимание например речь человек не понимает свой родной язык и для него кажется что он в каком-то иностранном языке окружающего разговаривает или сам он например не может сказать ничего какие-то отдельные просто звуки иногда человек забывает слова не помнят как называется например ручка показываешь ручку человек он это то чем пишут и все и больше а что это как предмет называется не может сказать то есть вот какая зона затронута да и функция выпадает также может зрение человек не видит какую-то область зрения могут страдать функции вестибулярные человека появляется головокружение неустойчивость при ходьбе вот все зависит от того какая часть головного мозга поражена ну вот говорят сердце главные органы человека мне кажется все таки мозг и в головном мозге есть те центры которые управляют и сердечно-сосудистой системы до зависимости бывают такие грубые поражения в головном мозге до которые жизнеугрожающие и могут вызывать изменения в работе сердца и учащение урежения работы сердца также мозг отвечает и за повышение артериального давления есть такие механизмы но вот мы с вами уже в принципе то перешли к сосудистым заболеваниям мозга и прежде всего наверное хотелось бы понять причины сосудистых заболеваний и есть наверное ну я могу предположить что есть те на которые мы повлиять не можем а есть те на которые можем да есть такие причины основные причины и так скажем и методы профилактики в чем заключается в контроле артериального давления да повышение артериального давления регулярные кризы гипертонические могут приводить к риску инсульта повышению риска инсульта здоровый человек если он не имеет никакой сопутствующей патологии 120 и 80 это целевые значения которые должны быть с ним всегда если есть повышение нужно обратиться к врачу он назначит специальные препараты для коррекции артериального давления дальше атеросклероз это бич нашего общества человечество в целом все связано с особенностями питания нашим человек все-таки да это животное мы питаемся более продуктами животного происхождения более разнообразен да наш рациона этими продуктами и в связи с этим с возрастом все более нас настигают проблемы липидного обмена повышаются холестерин плохой холестерин который да мы знаем что для контроля этого требуется регулярно прохождение диспансеризации контроль биохимических показателей липидного спектра если есть там изменения также необходимо обратиться к врачу для адекватной коррекции что врач назначит диету или препараты специальные которые контролируют показатели холестерина это уже именно доктор определяет и также во время диспансеризации смотрят сосуды питающий головной мозг делается узи дуплексное сканирование сосудов сонных артерий позвоночной если есть там крупное поражение атеросклеротическое то тогда врач направит вас на специальные дальнейшие исследования и к сосудистому хирургу в дальнейшем потребуется постоянный контроль этих показателей и не стоит думать что вот я сейчас пропил таблетки и у меня все встанет на свои места так не бывает профилактика инсульта это пожизненные все показатели должны быть на пожизненном контроле следующий фактор который также вызывает увеличение риска инсульта это сахарный диабет тоже это называют тихим убийцей да многие люди не чувствуют никак повышенный свой сахар также регулярная диспансеризация контроль анализов если сахар оказывается повышенным необходимо обратиться к эндокринологу чтобы для адекватного лечения и назначения препаратов ну и общие такие рекомендации это физическая активность обязательная да человек который не обладает достаточным уровнем физической активности в течение дня имеет повышенные риски инсульта здоровое питание коррекция всех показателей по колоражу по объему растительной пищи по полезным продуктам всем это вот надо очень сильно озадачиться чтобы все это контролировать конечно вы уже сказали про атеросклероз я бы хотела немножко остановиться на этом ну во-первых что это такое атеросклероз это поражение стенки артерий и более мелких сосудов артериол во внутренней стенке откладывается холестериновые бляшки которые с возрастом могут увеличиваться в своих размерах и перекрывать тем самым просвет сосуда когда эта бляшка настолько увеличена в своих размерах она становится неровная рыхлая она может изъязвляться на ней оседают такие клетки крови как тромбоциты и тем самым приводят вот к тромбообразованию и повышается риск того что этот тромб от атеросклеротической бляшки может оторваться и вызвать сосудистую катастрофу а эти бляшки располагаются по всем сосудам или где-то в конкретных этот процесс генерализован если есть поражение например коронарных артерий сосудов сердца то есть поражение артерий нижних конечностей поражение сосудов брахиоцефальных которые питают головной мозг чаще всего этот процесс генерализован а правильно ли я вас поняла что единственная причина этого это неправильное питание ну это не совсем так причины атеросклероза врачи вот не могут сказать однозначно неправильное питание это возможно есть есть и генетические предрасположенности к повышенному уровню холестерина образованию атеросклеротических бляшек это совокупность факторов питания образа жизни и генетической предрасположенности и любимый наверное наш вопрос все-таки хочется еще раз на нем остановиться вы также сказали холестерин вредный холестерин прозвучало вот все мы знаем что есть вредный и полезный но никто из нас не знает чем отличается один от другого и ну вы здесь когда приходите к врачу смотрят определенные показатели эпидного обмена это понятно сдаем мы не только холестерин но и ряд других показателей доктор вам скажет вот смотрите у вас вот этот холестерин плохой он у вас повышенный надо обратить на это внимание вам будут назначены препараты и по результатам приема будут контроли анализы и уже будет видно препарат работает препарат снижает вот эти показатели дальше продолжаете пить вести здоровый образ жизни здоровое питание соблюдать и принимать препараты а хороший вред полезный а хороший ну хороший холестерин так скажем в показателях крови он нам не столько значимый нам важны хорошие жиры в питании да это растительные растительные в первую очередь растительные и очень важны и полезны в обмене веществ животные жиры которые находятся в рыбе в морской рыбе вот да не могу тогда не спросить вас тоже много дискуссий по поводу того они отказаться ли вообще от животных жиров вы не назначаете своим пациентом нет это тоже не совсем правильно определенный процент животных жиров должен быть в рационе каждого человека так как они очень важны в строительстве и в жизни в строительстве всех клеток организма и жизнедеятельности человека потому что жиры входят в состав клеточной мембраны у нас постоянно каждый день клетки какие-то погибают какие-то обновляются делятся клетки чтобы этот процесс функционировал правильно обязательно человек должен употреблять и животные жиры и углеводы и белки в достаточном количестве вот вообще процесс питания это не так просто как кажется на первый взгляд столько всяких нюансов нужно соблюдать я бы хотела спросить вас о симптомах заболеваний сосудов головного мозга они как-то как-то о себе заявляют ну в частности инсульт да ну вот давайте сейчас про инсульт прямо вот после этого начнем сразу поговорим а вообще вот сосудистые заболевания что должно насторожить в первую очередь потому что мы же часто пропускаем ну сосудистые заболевания они крайне разнообразны мы уже с вами обсуждали это все зависит от того какая часть коры головного мозга подкорковых структур да и других зон поражена заподозрить у себя какие сосудистые заболевания можно да это и снижение памяти остенизация организма вестибулярные нарушения человек чувствует что он в пространстве себя чувствует как-то не таким образом как это были ранее да чувствует что как будто его покачивает как на корабле руки ноги не имеют той координации какая была ранее снижение памяти в частности это наверное каждый второй сосудистый компонент у ковидной инфекции она определенно существует чаще всего когда это сосудистые изменения люди жалуются на изменение памяти таким образом что оперативная память страдает память на ближайшие события то есть ты помнишь что было раньше что было 20 30 лет назад человек прекрасно помнит какие-то эпизоды стариков да да ну вот как раз у пожилых людей сосудистые вот эти вот проявления нарушения памяти они наиболее характерны вот оперативная память это вот наш тот суперкомпьютер который нейроны образуют связи с другими нейронами вот это вот память да на следующий день не закрепилась эта нейронная связь не сформировался устойчивый связь между двумя нейронами и все мы не помним то что было на вчерашний день давайте мы сейчас на минуту покинем студию узнаем что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю что мы не виделись и затем продолжим разговор врачи детской больницы имени Ивановой провели сложную операцию они вернули свободу движения 15-летней девочки со сколиозом четвертой степени изменения в осанке появились у нее в 10 лет болезнь прогрессировала на вторые сутки после операции пациентка уже смогла ходить эндокринологические центры региона оснастят современным оборудованием в числе прочих медицинских комплексов туда поступит и офтальмологическое оборудование для диагностики и лечения ретинопатии новые аппараты закупят за счет средств областного бюджета на автомагистрали отриста вблизи села августовка работает новый трассовый медицинский пункт он представляет собой мобильный модуль в котором размещается бригада скорой помощи санитарный автомобиль укомплектован аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи это четвертое подразделение самарского областного центра медицины катастроф врачи самарского онкодиспансера подарили 19-летней девушке с опухолью яичников шанс на материнство благодаря совместным усилиям онкологов и репродуктологов пациентку прооперировали сохранив репродуктивную функцию по словам специалистов среди злокачественных новообразований у женщин лидирует рак молочной железы врачи проекта с заботой рядом проконсультировали жителей нефтегорского района прием провели ревматолог невролог гастроэнтеролог кардиолог и врач-офтезиатр помощь получили около 140 пациентов по результатам приема назначена корректировка лечения либо рекомендовано до обследования мы возвращаемся в студию сегодня у нас в гостях Елизавета Бекетова врач невролог высшей квалификационной категории больницы пирогова и мы говорим сегодня о здоровье мозга и ну конечно главной опасностью неврологических нарушений является инсульт вот ну что что это такое инсульт это острое состояние которое сопровождается нарушением функции головного мозга в течение больше двух двадцати четырех часов то есть до двадцати четырех часов так называемые транзиторные ишемические атаки да когда имеются приходящие нарушения функции головного мозга когда функция полностью утрачена это инсульт сосудистые события сосудистые катастрофы только ли пожилых людей настигает это заболевание к сожалению нет инсульты бывает и в молодом возрасте как у мужчин так и у женщин также бывают детские инсульты да но это имеет проблемы специфические свой характер специфические причины это достаточно редко конечно процент инсульта среди популяции среди населения нарастает с каждым годом возраста а вот по вашему опыту какова у нас ситуация в вашей больнице как много как часто ну ситуация в регионе имеет среднестатистические показатели по России да ну Россия в целом лидирует в мировом сообществе по сосудистым заболеваниям по инсультам по инфарктам в мире где-то сто двадцать миллионов ежегодно случается инсультов а в России ежегодно четыреста пятьдесят тысяч то есть это жители среднего города да так скажем Курска какого-нибудь ежегодно в России настигает инсульт такой процент населения а есть цифра в скольки процентов ситуаций можно справиться ну человека вернуть человека к жизни и вернуть его к жизни во всех смыслах да с каждым годом и технологии и технологии восстановления становятся все более активными на данный момент еще больше развивается уже с 2009 года это такой вид лечения применяется как тромболитическая терапия но с каждым годом она все более широко распространяется то есть если человек заподозрил или окружающий его заподозрил симптомы инсульта и вовремя вызвали скорую помощь обратились в лечебное учреждение то у нас есть шанс полностью спасти человека ввести препарат который растворит тромб который вызвал нарушение мозгового кровообращения и полностью возвращаются утраченные функции человек не разговаривал ввели препараты он у нас практически на игле бывают такие ситуации что возвращается функция речи и в дальнейшем когда инсульт все-таки случился есть утраченные функции движения чувствительности речи технологии не стоят на месте и биологические обратные связи и новые аппараты разрабатываются которые применяются и у нас в области и у нас в учреждения по восстановлению утраченных функций то есть вам не на что пожаловаться в плане оснащения вашего отделения нет это отделение очень хорошо оснащено в плане реабилитации практически все препараты аппараты которые необходимы для функционирования центра сосудистого для восстановления пациентов все в отделении есть и отделение есть функциональной реабилитации которая занимается также восстановлением пациентов после травмы после инсультов вот вы сказали если вовремя заподозрить инсульт а как это сделать всегда есть кто то кто не слышал не знает и вот это наверное нужно повторять это очень большая проблема когда случается нарушение мозгового кровообращения человек не испытывает никакой боли страха не испытывает и поэтому думает ну рука нога онемела ослабела рука я сейчас чуть-чуть подожду попью водички отдохну может быть пройдет но это совершенно неверное решение обязательно если появились симптомы надо вызывать скорую помощь такие симптомы как асимметрии лица вы видите что рядом человек или на себя в зеркало посмотрели что угол рта опустился какое-то лицо не такое стало обязательно надо на это обратить внимание речь нарушилась у человека каша во рту как будто бы появилась нечеткие слова человек не может говорить не понимает обращенную речь срочно вызывать скорую помощь появилось нарушение чувствительности особенно настораживает когда это нарушение одностороннее в руке в ноге в правой в левой нарушение движения человек не может поднять руку свою правую левую также все это обязательно должно насторожить и немедленно человек должен обратиться за скорой помощью также внезапная резкая головная боль которая необычна для человека которая случается как гром среди ясного неба тоже может быть симптомом грозного сосудистого события какой временной промежуток в течение которого можно помочь у нас есть так называемый золотой час это четыре с половиной часа в пределах которого мы можем человеку оказать вот эту тромболитическую терапию можем попробовать растворить тромб если человек попадает в пределах этого промежутка к нам в стационар мы проводим ряд исследований устанавливаем диагноз расспрашиваем пациента или его родственников потому что масса противопоказаний к этому виду терапии это очень агрессивное воздействие на организм и если все звезды складываются то тогда очень часто человеку удается таким образом помочь что восстанавливается человек прямо вот на глазах и это просто чудо то есть решение о введении данного препарата принимается не всегда не всегда иногда бывают противопоказания обязательно нужно провести пациенту компьютерную томографию чтобы определиться какого вида это инсульт то есть до стационара никаким образом нельзя сказать что это или кровоизлияние или это или ишемический инсульт только после проведения или компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии скажите а вот можно ли как-то простимулировать работу мозга принимая ну я не знаю какие-то бады психостимуляторы ну самое эффективное в стимуляции работа головного мозга это умственная активность это чтение книг просмотра интересных телепередач фильмов общение с вашими родственниками с друзьями знакомыми посещение выставки театров только такие дополнительные стимулы могут способствовать тому чтобы головной мозг не угасал с возрастом и развивался а к сожалению препараты биологически активные добавки они имеют временный эффект то есть человек принимает в какой-то ситуации да после болезни с повышенной умственной активностью например если это связано экзамены задают какая-то предстоит важная работа тогда возможен прием препаратов стимулирующих работу головного мозга но на постоянной основе это только умственная активность когнитивные нарушения это то чего сегодня все боятся и это ужас ужас и многие пожилые люди например посвящают каждый день разгадыванию кроссвордов есть в этом вообще смысл как то можно эту работу мозг с научной точки зрения сказать вам что это вот доказано да что проводились какие-то независимые исследования по разгадыванию кроссвордов сказать невозможно да но любая умственная активность способствует тому чтобы образовались новые нейронные связи чтобы в головном мозге продолжали функционировать нейроны чтобы они их гибель была не столь значима а почему до 20 лет люди очень легко обучаются всему новому а когда задумываешься об этом после 50 то тут уже нужна очень жесткая мотивация что с нами есть такое понятие нейропластичность головного мозга это формирование новых нейронных связей да в молодом возрасте они нейроны в головном мозге более активны легче формируются связи они более устойчивые в связи с этим и в молодом возрасте до 20 лет да когда мы в институте учимся мы можем да книжку прочитать и на следующее утро ее практически полностью воспроизвести а ближе к 50 это вызывает проблемы это вот такие особенности функционирования головного мозга в молодом возрасте так и когда например инсульт случается у пациентов более молодого возраста функция нейропластичности головного мозга она более активна и пациенту в молодом возрасте легче восстанавливается да и восстановление инсульта идет за счет чего за счет того что огружающие клетки в головном мозге да могут на себя взять утраченную функцию движения ходьбы памяти речи елизавета я вас благодарю за этот разговор я думаю что все советы как сохранить здоровье головного мозга вы дали в процессе нашей беседы и они не такие уж сложные благодарим наших зрителей за то что были с нами эти полчаса берегите свой супер компьютер увидимся ровно через неделю до свидания